Здравствуйте, в эфире новости в студии Евгений Синебок. Югра стала лучшей в строительстве школ по принципу государственно-частного партнерства. Национальную премию Росинфра вручили губернатору региона на пленарной сессии, прошедшей в рамках российской недели ГЧП в Москве. Отмечу, что в Югре за пять лет по этому принципу государственно-частного партнерства вели в строй 125 детских садов. А в настоящее время в округе в стадии реализации находится 40 проектов ГЧП общей стоимостью более 50 миллиардов рублей. Премией же удостоился проект по строительству школы на почти 2000 мест в микрорайоне Иртыш-2 в Ханты-Мансийске. Наталья Комарова поделилась с присутствующими опытом развития механизма ГЧП в регионе. Первое, что мы сделали, мы перестали заказывать строительство жилья. Каждый квадратный метр приобретался готовый для муниципальных нужд. И это очень сильно взбодрило всех тех, кто работал на муниципальном заказе. Хочу заметить, что мы в течение двух лет закрывали объекты, которые начаты строительством. Снова в школу. Югорчане начали готовиться к тотальному диктанту. На этот раз курсы проводятся исключительно дистанционно. В Сургуте, например, на сайте Центральной библиотеки. Филологический совет подготовил целый свод правил, которые необходимо повторить перед написанием диктанта. На сайте можно изучить и теоретическую часть, и потренироваться в грамотности под диктовку педагогов. В этом году участникам предложат текст писателя и лингвиста Андрея Геласимова. Пока он держится в тайне, но уже известно, что тематика будет посвящена космосу. Добавлю, что тотальный диктант в этом году впервые пройдет осенью, 17 октября. Чтобы принять в нем участие, достаточно в назначенный день зайти на сайт проекта и ровно в 13.00 часов присоединиться к уроку грамотности. Для тех, кто хочет написать диктант от руки, организаторы подготовили бланки, которые можно получить в библиотеках региона. Соответственно, человек пишет этот диктант и в течение трех дней должен сдать на проверку, чтобы у него еще и проверили эту работу. Нужно принести к нам. Соответственно, мы собираем экспертную комиссию из филологов, из лингвистов, которые проверяют. Девять ДТП зарегистрировали в Югре за минувшие сутки. Два человека погибли. В Октябрьском районе на автодороге Лентур-Большие Леуши столкнулись с Шевроле и Урал. В результате погиб 18-летний пассажир легкового автомобиля. Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в Нефтьюганске. Здесь водитель Сузуки не справился с управлением и врезался в Шевроле. 52-летний водитель позже скончался в больнице. За минувшие сутки на дорогах Югры выявили 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 27 автолюбителей привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения. 23 за нарушение правил перевозки детей. Мы часто слышим об авариях на дорогах, но не часто задумываемся о людях, которые погибают в ДТП. На днях на дороге Сургут-Нижневартовск произошла авария, которая унесла жизнь неизвестной в Лангепасе женщины-мотоциклиста. Подробнее о ее трагической судьбе расскажем в следующем сюжете. Когда ты очень долго катаешься и когда ты начинаешь действительно видеть авариях своих друзей, участвовать в этом и хоронить их, знаете, это потом приходит. И ты к этому приходишь и понимаешь, что, блин, а это ведь страшно. Это интервью было записано два месяца назад. Так Роза Балакирева вспоминает о том, как на дорогах погибали ее друзья. На своем байке она объездила почти всю Югру, Ямал, ближайшие регионы и даже Грузию. В планах было еще много маршрутов. Никто и подумать не мог, что поездка по трассе Сургут-Нижневартовск окажется последней. Водитель автомашины Киа, выезжая с прилегающей территории первого съезда СОТ, четвертый километр города Лангепаса, находясь на второстепенной дороге, не уступил движущимся по главной дороге водителю мотоцикла. Попробовал проскочить, в результате чего допустил столкновение. Во время удара произошло возгорание мотоцикла. За рулем мотоцикла была Роза Балакирева. Водитель, не уступивший дорогу, сейчас находится в больнице. Любительницу мотоспорта с 20-летним стажем вождения в Лангепасе хорошо знали. Вместе с единомышленниками она занималась популяризацией мотоспорта среди молодежи. Уступала за безопасное вождение. И даже несмотря на присущий мотоциклистам дух свободы, по словам друзей, никогда не позволяла себе превышать скорость. Она всегда одевала защиту, даже если просто по городу ездила. А трассе она никогда не превышала. И в момент ДТП она ехала на предварительно, наверное, в 30, даже меньше, чем разрешено. То есть она всегда перестраховывалась. И в зависимости от погоды ездила по нормальным условиям. То есть никогда не гоняла. Мы друг друга всегда подлетаем. Не важно, где ты живешь, на каком континенте, на каком мотоцикле ты катаешься, где ты работаешь, кто ты. Главное, чтобы ты был человеком, у которого дух свободы. Главное, чтобы ты был хорошим человеком, который всегда придет на помощь. И это в первую очередь, эти качества ценятся у любого мотоциклиста. Мошенники выудили у югорчан около полутора миллионов рублей. Столько за сутки жители округа перевели мнимым покупателям и лжебанкирам. Чаще всех на уловки попадались жители Нижневартовска. Так 20-летняя вартовчанка решила продать детскую коляску через сайт объявлений. Но вместо покупателей на нее вышли аферисты. Они похитили со счета югорчанки более 20 тысяч рублей. Другую жительницу Нижневартовска обманули на 12 тысяч. В этот раз мошенники представили сотрудниками службы безопасности банка и сообщили о якобы несанкционированном списании средств. 50 тысяч рублей лишился 63-летний житель Ханты-Мансийска. Мошенники посулили югорчанину кредит на выгодных условиях. Мужчина сообщил жуликам реквизиты банковской карты и пароли. По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела. Ушли в онлайн Советский Центр Развития Детей. Наследие Югры выиграл президентский грант. Благодаря ему тренировки по танцам и тхэквондо будут проводить дистанционно. На полмиллиона рублей приобретут аудио и видеоаппаратуру, большие мониторы, ноутбуки. В общем, все, что может обеспечить качественное проведение онлайн занятий. Организаторы проекта планируют ежемесячно проводить тренировки с чемпионами международного уровня и мастер-классы ведущих хореографов России. Также в онлайн формате организуют окружной турнир под тхэквондо и фестиваль современной хореографии. Участвовать в них смогут не только дети Советского района и Югорска, но и других муниципалитетов Югры. Ситуация с тем же коронавирусом заставила нас уйти в онлайн, хотя вроде танцы и тхэквондо традиционно преподавались оффлайн. Но мы сейчас уже перестраиваемся, стараемся сделать этот продукт доступным для всех. Мы нашли плюсы, эти плюсы описали в этом проекте. И сегодня мы будем уже готовить не только занятия на расстоянии, если мы будем так говорить, но и подготовку и тренерского состава, и тренировки с чемпионами. Нижневартовская Югра Самотлор победой открыла очередной сезон в российской волейбольной суперлиге. Вартовчане обыграли Белогорье 3-0. Самым результативным игроком встречи стал диагональный вартовчан Виталий Попазов. На его счету 19 очков. 15 очков набрал новобранец команды, доигровщик сборной Германии Егор Богачев. Между тем, сургутская «Газпром Югра» дома уступила Уралу 0-3. Музей волейбола в Нижневартовске расширит экспозицию. Уникальную коллекцию собрали в Нижневартовске, собирали в Нижневартовске более 10 лет. Полностью фонды музея пока не описаны. Только волейбольных значков в ней около 5000. А филателлистическая коллекция, марки, конверты и открытки, посвященные волейболу, насчитывают 500 единиц. Кроме того, в собрании есть медали чемпионатов мира и Европы. Талисманы, соревнования, мячи и автографы знаменитых волейболистов. Один из ценных экспонатов – грамота за участие в турнире по волейболу, который состоялся перед самой войной, летом 41-го года. Сейчас стенды не вмещают, все даже самые интересные экспонаты. Благодаря гранту президента России площади планируют расширить. Сейчас уже заказаны новые витрины, которые разместятся пока на сегодняшний день в вестибюле нашего спортивного комплекса. Вполне возможно, что мы переедем еще и в отдельное помещение в этом же спортивном комплексе. Поэтому работа по музею, она такая кропотливая, она незаметная, но она продолжается. Я думаю, что мы к концу этого года, если нас не подведет вот эта эпидемиологическая обстановка, мы покажем и горожанам, и югорчанам, все, кто интересуется волейболом, что называется волейболом, товар лицом. К этому часу это все новости. Увидимся на телеканале Югра. Субтитры создавал DimaTorzok